Зашивать влагалище Контрацепция Уголовное преследование Стойка бюрократии на самом деле в этих роддомах Женщина рожала дома два дня Меня так перестало устраивать, что я женщина Попить водички до Обязательно помочиться после Всем приветики-приветики С вами снова Просак С вами снова интереснейшее интервью С самыми интересными людьми Потому что у нас не бывает неинтересных людей Но сегодня у меня в гостях Просто потрясающая Девушка Профессионал Наверное, с самой интересной И необычной профессией Какая могла бы быть у нас На канале Это Женя, она гинеколог Ура! Ну, Женечка, давай Рассказывай нам порядочку Кто ты, откуда, где Работаешь Как попала В эту всю Вагинальную индустрию Или вагинальную Уретральную, как правильно Или все-таки Уретро занимаются урологи А вагины Вагинологи Гинекологи в том числе Тоже занимаются уретрой Все такое Ну, хронические циститы И все так Какой ужас Рассказывай Здравствуйте, меня зовут Нагорного Евгения Вот, мне 29 лет Скоро 30 Я гинеколог Работаю в женской Консультации Города Реутова И в частной Клинике Горках 10 Я закончила Ярославский Медицинский Университет И ординатуру По специальности Акушерства и гинекологии Во втором медиуме Долго училась? Получается, сколько? С 18 лет Это, наверное, Где-то около 10 лет У меня вышло Офигеть! Но это правда, что Вы же постоянно учитесь Постоянно у вас квалификация Да, я до сих пор учусь Вот я приеду домой Посмотрю лекцию Которую я должна Сегодня посмотреть Конечно, это непрерывно Горки 10 Это же Рублевочка у нас Рублево-Успенское шоссе Сладкое-золотое место Наверняка Ну и госклиника Да, конечно То есть ты вот И государственные Через день А совмещаешь И частные Мне кажется, все так Сейчас делают Врачи Потому что В одной деньги В другое удовольствие В общем-то так Сильно устаешь? Ну, на самом деле Меньше немножко Чем было У меня тогда Было три Получается работы Вот Но сейчас меньше, конечно Но бывают такие дни Когда вот прям Вообще без рук Без ног Уже там все У тебя голова кипит Хочется только Лечь дома И смотреть сериальчики Ты сразу знала Что будешь Именно гинекологом Или ты впоследствии К этому пришла? Нет, я пришла К этому впоследствии В принципе Я с детства Хотела стать врачом Но поскольку У меня не было В семье никаких врачей В основном военные Поэтому По большому счету Я не могла определиться Со специализацией Потому что Ну, я знала об этом Только когда я приходила В поликлинику На плановый, наверное, осмотр Потом, соответственно Я хотела стать Анестезиологом Реаниматологом Потому что я работала На скорой Долгое время Именно в сфере Медицины Катастроф И, соответственно Ходила Посещала Гинекологический кружок Ну и думала Куда Что Как Ну, в общем Все решило То, что я поступила В ординатуру Во второй мед На кушерскую гинекологию На бюджеты Ну и, соответственно Пошла туда учиться Блин, гинекологический кружок Это звучит Как, знаешь Кружок по Радиоконструкции Или кружок по Кройки и шитья На самом деле В медицинском университете Всегда есть кружки Хирургические Неврологические Педиатрические И так далее Да То есть Это нормально Абсолютно Для студентов Посещать какие-то Дополнительные занятия Которые ему интересны Участие в олимпиадах Ну и, соответственно Иногда Лучшим Какие-то бонусы Выделяются Ну, как правило Многие ходят На тот предмет Который дается им Хуже всего Меня на данный момент Конечно, как и многих Привлекало Что можно подежуривать В роддоме Это интересно Тебе дадут пошить Вот Ну, кройки шитья Я практически угадала Да Ну и, соответственно Да, мы там Многие посещали Это все Это вот пошить Про то, что я думаю, да? Да Это про то, что ты думаешь Сводят на операцию Покажут Даже дадут поассистировать Нужно после родов Зашивать влагалище То есть Тоже дают Сначала под контролем Потом самостоятельно А были ли ошибки Левичков Когда зашивали целиком? Нет Нет Там всегда Взглаз у нас идет Нет, там же техника Ты вначале Подожди Там техника Ты вначале просовываешь руку И вокруг руки Вот так Нет, на самом деле Это у нас гинекологические зеркала И, соответственно Все там видно Хорошо Ну, то есть Все довольные? Все довольные, да Блин, мне так нравится На самом деле Поговорка В роддомах, которая есть Родишь-родишь Кричи-кричи Беременными Все, да еще никто Не уходил Ладно Скажи, пожалуйста Как много Какого-то трэша Прямо у вас происходит Потому что Вот, допустим У травматологов Трэш происходит всегда У гинекологов тоже Как и в любой другой специальности Нет, конечно Много происходит Иногда просто Ты приходишь И думаешь Нет, это нереально Там Одна пришла Потом вторая Еще хуже пришла Но со всеми Можно разговаривать Вот я говорила о том Что была такая у меня ситуация О том, что пришла женщина Она довольно Ну, видно по всему Что она состоятельная Там Хорошая одежда Приехала на БМВ И вот этот момент Когда женщина всегда приходит И кладет брелочек От машины На стол Типа показать Ну, это не в Реутово Видимо было Это в Реутово Было как раз Это было в Реутово Может, это жена Мэра Реутово Мэра Реутово Мэра Реутово Мне назначат Другие свечи У меня от этих Изжога И я такая Что? Я говорю Простите А как вы их там Лечите? Она такая В смысле Так еще на меня смотрит Как будто я Что-то не догоняю Пью Я говорю Ну, что Прям вот через рот Я такая Ну, прям Она такая Ну, конечно Я говорю Ну, вообще-то Эти свечи Я же написала Я не уточняла Куда их вставлять Потому что я написала Свечи вагинальные Там И все Она Я говорю Ну, они же написаны Вагинальные Я не понимаю Ваших вот этих Вот всех медицинских Нет Я такая Посмотрела Думаю Ну, они как бы Вставляются во влагалище Она говорит Что, прям туда? Я такая Там, прям туда Туда Сколько еще раз Женщине было? Ну, близко к 60 50 плюс Вот поэтому, ребята И нужен секс-просвет Да Согласна Вот именно из-за этого Я знаю Что ты также занимаешься Еще детской гинекологией Вот что это такое? Какой вот возраст Именно пациенток Именно детской Подростковой гинекологии? Зачем это нужно? Кто приходит? Что с ними вообще делать? Потому что как обычно? Если у меня там что-то чешется Я пойду к гинекологу Там типа О, мне рожать Я пошел к гинекологу А зачем вот Идти тем, кто Юм У кого еще даже нет Ни менструации Ничего не чешется И рожать Собственно говоря Тоже еще пока никто не собирается Посмотри, детский гинеколог Он нужен на любом возрасте Вот на ля плюс Вот То есть Самое распространенное Это, например, гиперемия вульвы У ребенка встречается Это что такое? Это прям грудничок у ребенка Это когда вокруг вульвы Образуется покраснение То есть ребенок плачет Потому что это чешется То есть это приносит ему дискомфорт Как правило Это реакция кожаная То есть это спокойно снимается мазями Да, то есть Но, тем не менее Это доставляет ребенку дискомфорт И он плачет Ну, а это грудничок еще там На маленьком грудничок Да Вот Ну и, соответственно Врач осматривает и смотрит Может там какой-то грибок Может там опрелось какая-то То есть мы это должны Как-то дифференцировать Плюс профилактические осмотры Да, то есть нужно понимать В каком возрасте у девочки Начинает сформироваться матка Когда яичники начинают работать Когда начинает расти грудь Это все нужно для правильного Получается формирования Женского здоровья То есть мы должны понимать Что если в этом возрасте Не растет грудь Значит это патология Возможно нужно показать Эндокринологу Возможно нужно поискать Какую-то причину Почему? Потому что на самом деле Сейчас очень много Бесплодных женщин И когда начинаешь копаться В этом во всем Как правило Причина ясна Там у кого-то Менструация начинается в 16 Кто-то начинает Формироваться в 17 А это неправильно То есть родители Не знали об этом Ну еще бы кто им рассказывал И не показывал Соответственно И время было упущено Плюс основной Получается пубертатный период Это 10-15 лет примерно Тут нужно уже вести Гинекологу на беседу В это время Это оптимально 12-13 лет До первой менструации Тут в основном у нас Идет беседа с ребенком Это доверие мы должны Мы должны рассказать О том Что какие бывают Виды инфекции То есть Чтобы она понимала Что творожество Например в отделении Это кандидоз Что вот это Это там Баковый геноз Никто не требует Постановки диагноза Но она должна понимать Где норма Где патология Чтобы вовремя Все это выявить Прийти Лечить И так далее Ну в каком случае Стоит обращаться И что в этом Ничего страшного нет Это нормально Потому что все такие запуганные На самом деле Вот этой советской И постсоветской Гинекологии Это никогда не пройдет Мне кажется Я усердно сижу в твиттере И вот там этих трейдов Просто миллиард Это не так на самом деле Освещается в других соцсетках Но там пипец Как поначитаешься Что до сих пор До сих пор В очень многих гинекологиях Ну я сейчас говорю Про госучреждения Потому что в частных Это уже как-то Все нивелировано абсолютно Вот эти вот тоже Не очень хорошие кресла Вот это вот Скотское отношение Бывает к девочкам Абсолютное обесценивание Проблемы С которыми они приходят Вот насколько это правда Насколько сейчас Нужно бояться Именно гинекологию И как можно себя успокоить Потому что этот страх Вот знаешь Как у Зубнова В школе пришли Один раз Что ты на этом страшном кресле Без за бейсболом Офигачили И все И теперь ты до смерти Не будешь зубы лечить Да Нет На самом деле Девочке очень важно Рассказать про менструацию В принципе Вот О том что Как это Когда она может появляться Когда стоит волноваться Когда не стоит Что нормально Что ненормально По количеству в выделении По поводу мифов О гинекологии Ну многие из них К сожалению правда Потому что Ну Извините Некоторые гинекологи Там Это в основном У нас Женщины старшего возраста Гинекологи старшего возраста Которые уже относятся Так с эмоциональным Погоранием Типа Ну что ты хочешь Родишь Пройдет Когда я это Слушаю Меня прям берет На самом деле Бешенство Но Мне нравится Что Что в женской консультации Вот в нашей Особенной женской консультации У нас Очень большой Молодой коллектив То есть у нас В принципе Практически все Молодые гинекологи И на самом деле Мы уже воспитаны Как бы В рамках современной Гинекологии Которая имеет более Бережное отношение К женщине Мы Стараемся войти В ее положение То есть мы не запугиваем Такие Ну где ты была раньше Нет То есть Ну Это можно выразить По-другому То есть Если она опоздала Такая Ну Блин Ну вот Надо немножко было Как-то вот По-другому Это может чуть пораньше Ну что же Вот так То есть Главное Женщину успокоить Вот у меня Свекровь Она Вот мы с ней Разговаривали По поводу гинекологии И она мне Сказала такую фразу Говорит Я не хожу В женскую консультацию Потому что Я чувствую себя Там виновата Я прихожу И мне говорят Ну вот Где же ты была Раньше И я понимаю Что к сожалению Такой подход Гинекологии Он неправильный Нужно Быть деликатным Максимальным И понимать Что она идет Потому что Вот она не знает И ей надо Это объяснить Что нужно Что не нужно И вот на самом деле Очень многие пациенты Приходят ко мне К моим коллегам Они приходят Под ними стул дрожит Я просто чувствую Вот эти вибрации Да Я говорю Все успокойся Все хорошо То есть Я могу Половину приема Потратить Буквально На то Что я с ней поговорю Я ее как-то Отвлеку Мы как-то Да Поговорим Чтобы она Успокоилась Чтобы она Успокоилась Ну как-то Подадаптировалась В этой незнакомой Страшной Среде Все И многие выходят И говорят Знаете Мы шли с таким страхом А тут оказывается Так хорошо Там можно ходить И ходить На самом деле Это правильно Потому что Все-таки Нужно Относиться бережно К этой специальности И нужно учитывать Что не все Люди Врачи И они не могут Просто понять Что есть норма Что есть не норма Они боятся То есть Их запугивают Это еще идет От матери к дочери Вот эта передача Что типа Не ходи Тебе там плохо сделают Или прочее То же самое Миф о коках Это наши любимые Что типа О, мы сейчас Чуть-чуть попозже Об этом поподробнее поговорим Но давайте Чуть-чуть подрезюмируем Итак Современная гинекология Сейчас так понимаю Ты говорила про госучреждения Что там молодые гинекологи Да И гос И частные Да Что сейчас все В большинстве своем Стремится именно Какой-то эмпатии К пациенту Конечно Но если вдруг Ну представь Такая ситуация Что окей Все, мы резко Ну вдруг Чудо произошло Резко все перестали Бояться гинекологов Пришли в госучреждение А там откуда ни возьмись Вот она вот эта вот Неприятная женщина Которая начинает Тебя обесценивать Как-то оценивать Внежний вид Очень громко Идет Говорит тебе рожать Что нужно сделать В этой ситуации Я предпочитаю Например Не скандалить Я послушаю Сделаю выводы Выйду И скорее всего Я просто У меня гинеколога Сейчас По закону Мы имеем право На выбор врача То есть Если не понравится Врач Вот Это не обязательно К нему идти Потому что якобы Он участковый Нет Вы можете записаться К другому врачу Вы можете Имеете право На смену Даже медучреждения Прикрепление Можно менять ежегодно Вот Так что Девочки Девчули Видим неприятную женщину Понимаем Что она нам делает Эмоционально Морально Не дай бы физически Как-то больно Просто берем И меняем врача До комфортного Слава богу Сейчас в это время Мы знаем себе цену Грус пауэр И можем Сменить себе Врача На удобного И который На моральный Будет подходить Потому что Мне кажется Тоже такая Эмоциональная составляющая Она влечит Играет огромный вес Да Эмоциональная составляющая Доверие между Врачом и пациентом Должно обязательно быть Нельзя такого Что ты не доверяешь Врачу И соответственно Ты будешь Умалчивать о многих моментах И она Ну то есть История жизни Заболевания Что нам важно Она будет Рассказана не полностью Вот И в данном случае Нужно доверие Рассказывайте Гинекологу Все Вот даже Вплоть до того Что где-то Когда-то ударилось Потому что Возможно Это будет Иметь значение Особенно Например Во время беременности Мы спрашиваем Какие заболевания Были у бабушек У дедушек У прабабушек Потому что мало ли Может генетическое Что-то Да Например Те же тромбофилии То есть Например Если мама Там например Умерла От инсультов 45 Мы уже Направляем Гематологу И мы Ищем Какие-то Факторы Нарушения Факторов Свертываемости Какие-то Тромбофилии Антифосфолипидный Синдром Наш любимый Который Приводит К невынашиванию Беременности И потерям Беременности На ранних И на поздних Сроках То есть Эти проблемы Можно и нужно Решать Мы сейчас Это контролируем Как много Дает Вообще В принципе Первичный прием И как часто Нужно ходить Гинекологу Потому что Давай так Если там У тебя ничего не чешется Не воняет Не зудит Не факт Вот это все Не факт Что этого нет Не факт Что этого нет Как часто Нужно ходить Гинекологу Чтобы такие вещи Могли Выясниться То есть Есть там Какая-то Частота Посещения Гинеколога Как у Доматолога Да Конечно Значит Визит к гинекологу Должен быть Один раз в год Минимум То есть Если Девушка здоровая Если у нее Хорошие анализы Если у нее Хорошие УЗИ Если в принципе Результаты Осмотра Дали Хорошую картину Что она здорова Мы ей рекомендуем Приходить через год Если есть Какие-то Выявленные патологии Да Например На УЗИ Или По мазку Может быть По фемофлору Что-то не то То есть Мы назначаем Либо дополнительные приемы Лечение Соответственно Контроль Либо мы Отслеживаем ситуацию Например Как в случае Например С кистами Какими-то Не очень большими Вот Мы говорим Приходи через полгода Через три месяца Через год То есть Мы сами назначаем приемы Это уже все Вариабельно Но обязательно Раз в год Даже если ты Здоровая Даже если Ничего не поможет Даже если ты здоровая Да Обязательно Все Женщинам Которые впоследствии Будут планировать Беременность Я бы рекомендовала Дополнительную Консультацию Репродуктолога С целью Предогравидарной Подготовки Предогравидарная Подготовка Это подготовка Женщины И мужчины То есть В основном Пары Да Вот Но женщина Может прийти И сама Перед беременностью То есть Мы сдаем Анализы Делаем УЗИ Ну и соответственно Смотрим Как готовиться Чтобы ребенок Был здоров Чтобы зачатие хорошее И соответственно Тоже даем На определенные Гормонные направления Чтобы посмотрели Какой у нас Вообще Репродуктивный потенциал Я слышала Кстати Такой лайфхак Что Если ты хочешь Себе там Условно Но среди девочек Такое All-inclusive Обследование Именно в госучреждении Ты должна прийти И даже если Ты не планируешь Беременно Сказать Что Я пришла На прием По планированию Беременности И там тогда Тебе просто И с УЗИ И направление На гормоны Вообще Что это будет Более так Комплексное Обследование Насколько это правда Нет На самом деле Это неправда Стандартное Обследование У всех И всегда То есть Ну например Гормональный Спектр Он дается Уже По показаниям УЗИ Бесплатно Женщина имеет Право Сделать раз в год Без всяких Жалоб даже Просто хочу Хочу УЗИ Да Вот Я год не была Вот если она уже придет Ну 2-3 раза в год Вот типа я хочу Просто каждые 3 месяца Делать УЗИ Нет Только по показаниям Но если женщина здорова Объективное Обследование У нее все хорошо Да То есть соответственно Да конечно Раз в год Она имеет право Сделать УЗИ Вот И даже нужно Мы рекомендуем Чтобы следить За картиной Потому что Сейчас нет заболевания А завтра у нас Уже там кисты По 10 сантиметров Нет Боже Ну да Были такие ситуации Боже Вот Ну и соответственно Да Раз в год Она имеет право Сделать УЗИ Соответственно Мазок Тоже на флоры Самое обычное Что предлагает Женская консультация Осмотр Про гинеколога Это всегда Всегда Так что Вопросов нет Раз в год ходим Требуем УЗИ Не врем про беременность Не требуем Мы просто просим То есть на самом деле Гинеколог Просим Бежливо Не на самом деле Гинеколог Сам предлагает УЗИ То есть А если он не предложил Вот что тогда Просто скажите А можно меня направить на УЗИ Я не делаю его уже год А тебе зачем Ну я сейчас снова Вот в эту Совкову Ухожу Для контроля Для контроля В принципе На пятый-седьмой день Менустрального цикла Обязательно должен быть А если Тупые вопросы От гинеколога Продолжаются Мы можем Поменять себе Врача А если Да А если Тебе все-таки Отказывают Смело записываемся К другому врачу И Значит Это не ваш доктор Это ваше право Вы можете так сказать Конечно Раз в год Это обязательно Кстати Насколько Такая история Беременности Правда Что мы Видим постоянно В сериалах Что там пара Мама Там Папа Будущие Стоят Там смотрят Им так весело Показывают Вот головка Вашего ребенка Вот сердечко Оно стучит Это реально Что могут Запустить партнера Ну обычно Женщины приходят Самостоятельно Когда Для них Это первое УЗИ То есть На определение Беременности Вот Потому что Как правило Оно делается Трансвагинальным Трансвагинальным Датчиком Вот Впоследствии Все скрининги Делаются Трансабдоминальным Датчиком То есть Через переднюю Брюшную стенку Снаружи Снаружи Да Может быть Даже иногда Мы рекомендуем Женщинам Приходить с отцом С отцом Ребенка Я имею ввиду Потому что Ну во-первых Спасибо Что исправилась А то Мы сейчас Подадумали В эфире Да Потому что Как правило Это У мужчины Уже складывается Такое Вот Психоэмоциональный Стель Что типа Я будущий отец Это больше заботы Плюс Это конечно Очень волнительно Трепетно Для родителей Они Отцы Вообще Многие Плачут Там Все Да Они так Сразу Начинают Гладить Своих жен Такие О, ты Моя солнышко Это очень мило Да Мы все готовы Расплакаться В этот момент На самом деле Да И соответственно Да Конечно Мы рекомендуем Потому что Все-таки Это очень волнительно Первое знакомство С будущим ребенком С будущим ребенком Точнее С уже Ребенком Который Растет Но еще Не появился На свет Он может Даже Помахать тебе Ручкой И там Все Вот Как Гагарин Да Да Мы недавно Снимали видео С моей пациенткой Она просила Снимите мне Пожалуйста Видео Именно Тот момент Когда ребенок Решил Что ему Не нравится Удача Пожалуйста Выпустите меня Отсюда Он начал активно Подраться Боже Ну Это там Отец Стоял Такой Это мой Сын Ну Еще Пола Нет Не видно Это сын Это мой Сын Блин Класс А партнерские Роды Это тоже Правда Такое Существует Это Бывает Или Это Только Вот Фильмах Типа Нет Нет Это Преждевременные Надо Срочно Нет Нет Это Абсолютно Не Сейчас Очень Много Отцов Которых Ходят Народы Да Но На самом Деле Я бы Сначала Рекомендовала Курсы Подготовки К родам Пройти И отцам Вести Да Потому что Мужчина Как минимум Должен знать Свою роль В родах Потому что Он не должен Быть просто Зрителем Он должен Быть именно Помощником Потому что Когда у женщины Схватки И больно И плохо Она требует Помощи Она сейчас Вот в самом Таком ответственном Моменте Она беспомощна Мужчина Должен ее Как-то Поддержать Вот Он там Должен Как-то Вот ее Психоэмоционально Немножко А каким способом Ну как правило Чаще Ну как минимум Самое элементарное Там водички Подать Там помочь Ей как-то Встать Посидеть на фитболе Спокойно Помассировать Поясницу Во время схватки Да То есть В принципе Успокоить ее Да Это вот Мы в принципе Вот у нас Проходят такие курсы И отцы С удовольствием Уходят на самом деле А на партнерские роды Там Какая-то процедура Есть особо Чтобы попасть Ты же не можешь Просто типа Взять такое У меня рожает жена Я пришел к ней Всюда Нужно чтобы Договор подписать Или что-то Что вообще Аферту Да Аферта не требует Подписания Никаких договоров Не нужно Да То есть Это просто Женщина должна Сразу определиться Идет она На роды с мужем Или идет она одна И соответственно Говорит Как правило Мы назначаем На поздних сроках Беременности Дополнительные Консультации В том роддоме Где она будет Собираться рожать Либо женщина Сама Ходит на дни Открытых дверей Разговаривает С врачами Все там А как Мужу привезти Что для этого Нужно делать Как правило Это Нужное Обычное Обследование Да То есть Флюорография Должна быть Да То есть Какие-то Элементарные Анализы Да Обязательно С собой Сменная одежда Конечно Да Они будут выдавать Шапочки Халат Все Но тем не менее Ты же не можешь С улицы В джинсах Прийти И стоять Через окно Да Да Поэтому Да Мы рекомендуем Чистую одежду Да Чистую одежду Всегда Какие-то возможно Тапочки Да И чтобы на них Еще там были Бахилы Одеваем Потому что Все-таки Это Стерильно Должно Быть Ну и Соответственно Говорить Как Что делать Чтобы Вот Прийти Проблем Как правило Не возникает И это Бесплатно Конечно Да Представляете Это в нашей жизни Сериальные роды С мужем Когда он держит тебя за ручку Когда вы вместе ходите на УЗИ Боже Это так мило Судя по рассказам Женщик Которые я слышала Мужчина в основном Против такой истории Конечно Но это возможно Не факт Очень многие мужчины Сейчас даже Сами заявляют Желание Быть на родах Потому что Все-таки На самом деле Немножко Сейчас Осведомленность Именно по поводу Родов Становится Выше Ну и соответственно Отцы сами Хотят Как бы Встретить Познакомиться С ребенком Да Вот Это тоже Очень трогательный момент И В принципе Во многих роддомах Я поскольку Работаю в Подмосковье Да То есть Я знаю Что такое Практикуется В перинатальных Центрах Такое Как Прикладывание Ребенка Новорожденное Контакт кожи С кожей То есть Отцу Прикладывают Новорожденного Ребенка Ну и соответственно Эмоции у отца И сам Получается Контакт кожи Кожи Успокаивает Очень ребенка Все Все Боже Я сейчас Разревусь Давай Какой-нибудь Скандальной Теме Какой-нибудь Неприятный Можно я пошучу Это когда У меня столько Шуток Привет ребята А вот они Те самые Самые Счастливые Люди Самые лучшие Люди Которые Уже Сделали Этот мир Чуточку Лучше И подписались На наш Бусти Будь среди Них Будь среди Лучших Подпишись На наш Бусти Надевает Шапочка Совет Чистую Одежду Там Взять Снеки Ну там Не будет Только зрителям Представляешь Что с поп О боже Через 200 метров Поверните Налево Принимать Активное Участие Даю Джойстик Давай Или Отец Сам Приходит Вот это Все С мужика Серьезно У нас Когда Я проходила Ординатуру В роддоме Вот У нас Был такой Случай Когда у нас Рожала Женщина Но Она Оплатила Единственное Там Пребывание В единственной Палате То есть У нас Обычно Палата Рассчитана На два Человека То есть Одновременно В одной Палате Рожают Две Женщины Вот Она Оплатила Чисто Палату Ну И Говорят А можно Я В общем-то Там Такой Табор Был Там Наверное Их Человек Там Шесть Было Причем Там Еще Пришли Маленькие Дети И все Футбольные Фанаты Футбольные Фанаты В общем-то Рожала Она С такой Группой Поддержки Да Такое Действительно Было Один раз Правда Я видела Но Она Была Боже Я теперь Хочу стать Гинекологом Чтобы попасть На такой Случай И увидеть Вот это Вообще Я там Вообще Там Просто Очень Тесные Семейные Связи Если Вы Понимаете О чем Можно Присутствовать При суррогатном Материнстве Можно Присутствовать Можно Взять Подругу Сестру То есть В принципе Не обязательно Указывать Степень Родства А Священников Приводили Народу Ты тоже Я слышала Об этом Я слышала Об этом Но Лично Не сталкивалась Вау Как это Интересно Все Боже мой Ну ладно Слава Богу Не домашние Роды А Кстати У тебя были Те Кто Вот прям Рожали Ван Ну вот Это Вся История Домашние Роды Да Роды Стоя Роди Сидя Роды В песок Вот это Вся На самом Деле Во многих Роддомах Это имеет Отдельную Плату Конечно Роды Ванны Можно Джакузи Там Все Это Можно Спокойно Но Это Должно Быть В роддомах Запомните Пожалуйста Все Домашние Роды В Российской Федерации Запрещены И Можно Попасть Под Уголовное Преследование За домашние Роды Ну В смысле На кухне Там Типа У себя В принципе Если Женщина Рожает Дома Самостоятельно Без Помощи Именно Профессиональной Акушера И врача Она Может Законом Преследоваться Потому что Домашние Роды У нас Запрещены А если Так Случилось Что Извини Там Все Пошло Быстрее Чем Планировалось Нет Это Нет Это Все Нормально Женщины Дома Рожают Если Не Успевают Я имею Ввиду Осознанно Что Женщина Рожила Рожать Дома Самостоятельно Наняла Какую-то Духовную Акушерку Да Такие Есть Действительно У нее даже Название Какое-то Есть Другое Такое Как-то Ну В общем Да У нас Был Случай Родов Дома К сожалению Он Закончился Не очень Удачно Вот И Были Конечно Разборки С прокуратурой Со всем Потому что Женщина Решила Рожать Дома Самостоятельно Наняла Духовную Акушерку Она Зная Конечно Что Это все Законом У нас Карается Вот Она Никогда Не называла Своего Настоящего Имени Богачева Светлана Да Там В общем-то Она Там В миру Назвалась И какой-то Там Евлампия Я уж Не знаю Дело Все В том Что Женщина Рожала Дома Два Дня Манать Да И В общем-то Ребенок Родился С тяжелейшей Гипоксией То есть Гипоксия Это Когда У ребенка Не раскрылись Легкие И мозг Страдает От Недостатка Кислорода Вот И В общем-то У женщин Началось Кровотечение Из-за того Что Плацента Не вышла Не отошла Ну и ванну с холодной водой Еще туда Там Льда Добавила Вот Вызвала скорую И уехала Ну и соответственно Приехавшая скорая Увидела Все это Ребенка Конечно Откачали Но К сожалению Ребенок Остался Инвалидом На всю жизнь Да Это овощ Абсолютный овощ Который Не может Не думать Не есть Не пить Сам То есть Это все такое Ну и женщина Соответственно Осталась без матки Потому что Пришлось Ее удалить Блин Бабоньки Пожалуйста Я понимаю Что мы все Просветленные Мы все такие Классные Мы все феи-волшебницы Мы и маточкой дышим И странным квадратом Мы дышим Давайте включать голову Иногда И идти проверенным путем Не для себя А для ребенка А просвещаться Где-нибудь В более безопасном Для нашего будущего Ребенка Местах Итак Давай тогда Какой-нибудь На хорошую ноте Закончим Тему С родами У тебя Вот были Знаешь Роды в скорой Какие-нибудь Вот такие Что ты прям Принимала И у вас Бригада Такая Не ну Конечно Не было Потому что Когда были роды Мы такие И что делать? Человек на меня смотрит оттуда. Да, на тот момент еще не была акушером, но вот я работала просто обычной медсестрой на скорой помощи. Это было первое. И вот так вот все знания, которые у меня были, там у меня в голове был четкий алгоритм, надо это сделать, одно, второе, третье. А тут, когда она начала рожать, вот, она прям, у нее были стремительные роды, стремительные, это очень короткие роды, там, за буквально несколько минут. И она начала рожать, она все... И мы такие просто сидим с молодым фельдшером, такие, а что там как-то надо было? Мы же экзамен сдавали, что делать? Ну, потом мы подавили в себе панику, ну, в общем-то, сделали все нормально, все хорошо, в общем, ну, мы приехали уже, нас было на человека больше. Честно, его имя не называли ребенка? Нет. Нет, такого не было. А какой-то еще хотел спросить вопрос про роды. Ну... Это больно? Да. Да, это пиздец. Это больно. У жены спроси. Тоже нашел, кого спрашивать. Но сейчас есть анестезия. Так, ее же не всем дают. Почему? Я вот постоянно сталкиваюсь с ситуацией в Твиттере, что, типа, я просила пидуралку, мне ее никто, типа, не дал, а там, типа, договор даже подписывали. Ну, там, вообще, там стойка бюрократии, на самом деле, в этих роддомах, что, типа, насчет пидуралки подпиши, это подпиши, а там больше умереть хочется, чтобы тебя поскорее ребенка вытащили. Нет, у нас тоже, когда, например, женщину на учет ставим, мы подписываем огромное количество согласий. Но, с другой стороны, это обезопасивает нас от каких-то действий со стороны нас, то есть мы лишнего не делаем, да, то есть, если женщина против пидуралки, у нас там нет никакого согласия, да, там, мы можем спокойно, она может подать на суд, под суд нас дать. Вот, поэтому, конечно, это безопасность, как бы, женщины и безопасность наша. Не всем делают, это если, а, есть какие-то показания, противопоказания, точнее, пидуралки, вот, и, во-вторых, если, например, раскрытие уже больше, чем нужно. То есть до 4 сантиметров раскрытия женщина, ну, шейки матки, я поняла, да, не души, я поняла. До 4 сантиметров раскрытия, конечно, женщины не делают пидуральную анестезию, потому что, в таком случае, тормозится физиологический процесс. А вот с 4 мы уже делаем пидуралку. Но бывает такое, что женщина уже приехала на 8 сантиметрах раскрытия, либо у нее не началась родовая деятельность. Ну, то есть, разные вот эти вот ситуации конкретные, да, то есть говорят, кому-то нужно делать, кому-то не нужно. Некоторые просят на такие, извините, вот, понимаете, в данном случае вред от этого намного, как бы, больше, чем вот ваше хочу. Ну, и то есть, скорее всего, женщины, которые возмущаются по поводу того, что им не дали эпидуралку, там, несмотря на согласие, не согласие, это, скорее всего, было нельзя, но уже врачу не объяснить, что было нельзя. как правило, женщины, ну, есть определенная категория женщин, да, которые не совсем правильно понимают механизмы, да, то есть, мы ей объясняем, она такая, да мне вообще плевать, вот, мне надо сделать и точка, то есть, мы говорим, вы понимаете, вам это нельзя, все, а вот мне плевать, все, вы должны, вы должны, вы обязаны, к сожалению, ну, понятное дело, что никому это не нравится, но, что делать, то есть, в данном случае нужно проявить настойчивость, не идти на поводу у пациента, и сказать, вот, в данном случае, вот, если хотите, как бы, хорошие, успешные роды, нужно вот потерпеть, нужно сделать, к сожалению, это, есть закон, есть протоколы клинические, есть приказы, поэтому, вот, хотите, вы можете, вот, в интернет глянуть, и там все прописано до мелочей, так, давай, вот, из темы рождаемости, прямо противоположную, знаешь, на 180 градусов развернемся, контрацепция, и я. Да, наша любимая контрацепция, вот, много видов у нас есть контрацепции, конечно, и мембраны, и барьерная, вот, различная контрацепция, спермициды, ну, очень много, самое, конечно, популярное, спираль, коки. Вкратце, что такое спираль? Внутриматочная система, и они есть гормональные, и негормональные, да, то есть, в данном случае, она вводится в полость матки, в первый день инструации, как правило, да, то есть, ну, и, соответственно, в зависимости от срока, указанной на упаковке, как говорится, в среднем 5 лет. Чем это хорошо? То есть, женщины не заботятся о том, что нужно принимать таблетки, да, то есть, она спокойно стоит, плюс это при некоторых гинекологических заболеваниях очень полезно. Например? Эндометриоз. Эндометриоз, это, можно сказать, миграция внутренней, вот, выстилки эндометрия внутренняя, получается у нас, эндометрия, это то, что отторгается во время менструации, то есть, он нарастает, 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 и потом происходит менструация. Эндометрия уходит, и, соответственно, следующий, он становится маленький, следующий цикл опять нарастает. Но, бывают такие процессы, когда вот этот эндометрий мигрирует, там, на поверхность матки, на соседние органы, всё. Это спаечный процесс, это боли хронические, тазовые, да, это различные патологии, невыделение, то есть. Меня так перестало устраивать, что я женщина, вот, вы настолько не представляете себе это, вообще. У мужчин тоже много проблем. Об этом уже говорили. И не роды. Боже мой, какой кошмар. Так, а коки, хорошо или плохо? Ну, скорее, больше хорошо. То есть, да, конечно, ко всему есть противопоказания. Всё есть лекарства, и всё есть яд. Но, в данном случае, коки сейчас распространены. Вот, когда мне приходят, и говорят, что вы мне назначаете, коки? Да, я назначаю вам коки, потому что они вам показаны. Ой, давай на секундочку остановимся, потому что я говорю кок, ты говоришь кок, мы с тобой коки-коки, а там уже себе яйца понадобили с пенисами, наши замечательные зрители и телезрительницы. Кок. Это оральные контрацептивы, вот эти самые таблеточки, которые пьются каждый день, и не забываются пить никогда, плюс-минус в жизни. Да. Ну и получается, женщина, конечно, к этому многие относятся неадекватно, но, как правило, это, если приходят молодые, они очень боятся, и они сразу же набирают маму, да, то есть, а мама такая, да ты что, тебя сразу за три дня разнесёт, там, с 48 до 60 размера. Нет. Возможно, я не скучаю, что в советское время, например, были такие коки, они появились примерно в 60-х годах, соответственно, да, то есть, возможно, они были, они низкодозированы, то есть, тогда, когда открыли гормоны, да, соответственно, возможно, они могли давать неадекватную реакцию, там, вес и прочее, но сейчас они все низкодозированы, микродозированы, да, то есть, они есть однофазные, многофазные, в общем, в это вдаваться не стоит, это подбирает только гинеколог, но факт в том, что они не могут давать в последнее время, если определенные, опять-таки, проблем у женщин нет, то есть, да, это не более 5% на данный момент, а так вообще, они, в принципе, очень многим показаны, вот, некоторые заболевания лечатся контрацептивами, вот, мы их можем назначить даже девственницы, например, вот, если есть проблемы. для каких-то гормональных таких сбоев. нерегулярные менструации какие-то обильные, болезненные, вот это вот все назначается. мы проводим обследование, естественно, то есть, это не так, что ты пришла, ну, давай попей контрацептивы, нет, то есть, это как минимум УЗИ, это как минимум осмотр, это как минимум, у нас идет кровь, сдача, анализ крови, коаглограмма, там, гемостезиограмма ее еще называют, то есть, и в принципе... Но это на свертываемость анализ, правильно? На свертываемость, да, ну, и, соответственно, анкетирование, где она, в принципе, выясняет, что у нее есть, чего нет, и показаны коки. Поэтому, девочки мои сладкие, запомните, пожалуйста, раз и навсегда, сами себе мы гормональные контрацептивы не назначаем и не покупаем, мы вначале идем к специалисту, сдаем все необходимые анализы, потому что, мало ли, ты сама себе сейчас назначишь что-нибудь, а они же есть разные, там есть разные действующие вещества, одного принципа действия, плюс-минус, но разные действующие вещества, правильно? Да, да. И как это действующее вещество удаст тебе куда не надо, а обвинишь ты во всем, всю оральную контрацепцию в целом, а это тоже будет неправильно, это ошибка выжившего. Что такое ошибка выжившего, погуглите сами. Как часто к тебе приходят с такой историей все-таки как секс-игрушки? Вообще, ну, как бы ты сталкивалась с этим практикой, что ты спрашиваешь, половую жизнь ведете, а тебе девочка такая, смотря что вообще ты в половой жизни, вот я просто, знаешь, прописываю какой-то сценарий, к которому может это прийти, возможно, как-то. Хоть где-то там вибраторы были. Да, хоть как-то получало, что ты такая пишешь, какой-то, блядь, сбор вот всего, что тебе рассказывают, так-так, вибратор, вот. На самом деле, у меня существует такой вопрос, как используете ли вы секс-игрушки? Серьезно? Да, я действительно задаю этот вопрос, да. Многих, конечно, это вводит сначала в такой ступор, такие, что? Вот, но потом некоторые признаются, что да, используют, да, то есть... А зачем? Зачем это? Ну, как правило, например, если есть какие-то заболевания, там, невоспалительного характера, там, кандидоз, какой-то баквогеноз, да, то есть мы, в принципе, об этом спрашиваем, потому что, как минимум, это может быть нарушение гигиены, то есть в данном случае игрушки плохо обрабатываются, возможно, какие-то повреждения стенки, да, такое может быть, вот, то есть, в принципе, это неправильно подобранная игрушка. На самом деле, они должны быть, присутствовать, если женщина не ведет регулярную половую жизнь, вот, и, в принципе, вот, мы рекомендуем женщинам, вот, у которых есть небольшое опущение тазового дна, то есть, ну, как это, про лапс, да, то есть это, и пока он не критичный, то есть я рекомендую упражнение кегеля или тренажер кегеля. А ты какой-то конкретный тренажер рекомендуешь? Или... На самом деле, я, в принципе, рекомендую именно вот тренажеры больше медицинской направленности. Вот, у вас здесь на стенке есть кегол, да, то есть в данном случае. Кегол, кегол, а я напоминаю, что у Кегол пожизненная скидка по промокоду просак, я не помню, сколько процентов, но она есть, сколько там, 10, Мишань? О, 10 процентов. А у меня есть, кстати, собственный промокод. Опа! Опа! Зашла! Раунд! Промокод наш для кегол, это просак. Вот там обзор, ссылочка. Твой промокод на кегол? На горного. Раунд! Вот, отлично, супер. Мы на самом деле тоже довольны кеголом, невероятно. Мы-то, кстати, выяснили, чья вагина мощнее. Моя. Мишина. Вот, а почему вот кегол, потому что, типа, обратная связь есть? Нет, на самом деле ее не так много, но на самом деле, в принципе, во-первых, это наиболее изучено гинекологами, да, это рекомендованное гинекологами, вот, это является, в принципе, медицинским тренажером, да, который решает конкретные проблемы, вот. Ребята, вы не поверите, но это реально, это случилось вдруг. Мы не знали, что это произойдет, но, видите, даже гинекологи рекомендуют. Я такая счастливая, просто невероятно. У меня была такая ситуация, когда женщина ко мне приходит уже в возрасте, мне на позе все, ну, мужа, соответственно, уже все, он не может ничего, ну, в общем-то, она говорит, вот, да как, что, у меня небольшая абсолютная параллокция, я говорю, достаточно, вот, тренажер вот этого, кейгол, все, вот. Ну, она все ушла, она говорит, ну, дороговато, ладно, куплю, то есть, вопросов нет, вот. Она приходит буквально через миск, а доктор, это чудо чудное, диодивное, я открыла для себя такое. Ну, вот, я говорю, ну, я рада, то есть, она как бы и с медицинской точки зрения здоровье подправила, ну, и как бы психоэмоциональную сферу тоже она зарядила. А если мы вот берем какие-то примитивные достаточно тренажеры для упражнений кегеля, то есть, это не с обратной связью, какие-то крутецкие, навороченные с приложением, как кейгол, а если мы, допустим, говорим о вагинальных шариках каких-то? Я сейчас не говорю про металл, а в принципе разные формы. начнем с того, что все имеет место быть. В принципе, тут должен быть еще и некоторый свой подбор, да, то есть, женщина в принципе должна понимать. У меня, да, был такой случай, когда женщина говорит, я хочу купить себе игрушку, у меня нет половой жизни уже долгое время, да, то есть, но я там пришла в секс-шоп, а там прям от мала до велика, и в общем-то, я даже не знаю, что мне нужно, да, то есть, ну, элементарно, я просто посмотрела, сделала вагинальный осмотр, да, то есть, сказала, я говорю, знаете, что вот так вот им пользуются, вот так нужно его обрабатывать, чтобы не занести там какие-то инфекции, да, то есть, и в общем-то, вам нужен там такой средний размер, там все, вплоть до того, что я могу открыть сайт, любой сайт секс-шопа, и просто смотреть, какой больше подойдет. Вот именно, как бы, ну, можно сказать, на глаз. Это потрясающе, я не могу. Это прям гадалка, даже не та гадалка, это какая-то суперспособность. Гадаю по вагине. Самые, на самом деле, распространенные ошибки, это неправильно подобранная секс-игрушка. То есть, не по размеру, да, то есть, иногда женщины берут, такие там, чуть ли не сорока, а сантиметровые члены, и такая, ну, точно налезет, ну, вот все хорошо, вот точно налезет. Нет, на самом деле, потом она приходит с разрывами, вот, с проблемами, да, то есть, и поэтому я говорю, ну, может быть, стоит снизить планку, да, то есть, вот использовать что-то другое. Как бы, мы пропагандируем такое мнение немножечко, что очень хорошо помогает подобрать секс-игрушку, ну, точнее, вот без похода гинекологу, да, какому-то специалисту-врачу, хорошо может подобрать секс-игрушку самоизучение, то есть, мастурбация, человеческим языком говорят, потому что ты знаешь, сколько там тебя условно войдет пальцев, по какому она будет размер, какая глубина тебе нужна, какого стимуляции ты любишь, там, механическую, ну, вакуумную ты, конечно, фиг попробуешь, но она классная, она классная, вот, но все равно, вот, как гинекологи относятся к мастурбации именно, к самоизучению, это хорошо, это плохо, надо ли, не надо ли? Почему это должно быть плохо? Это хорошо. Нет, на самом деле, да, конечно, то есть, в данном случае мастурбация, ну, это может решить также многие проблемы женщины, вот, вот именно в психоэмоциональной, опять-таки, говорим, сфере, потому что женщины, это, можно сказать, гормонозависимые создания, да, то есть, поэтому, в принципе, мастурбация, это хорошо, вот, и это не то, что там пришла женщина, и такая, говорит, о боже, там все, и я такая, да вы что, не мастурбируйте? Нет, почему? Если она хочет, если она это правильно делает, опять-таки, можно посмотреть техники в интернете, всегда, в доступности абсолютной, да, или наш канал, или наш канал, да, вот, поэтому, всегда все можно решить, вопросов нет, и не может быть плохо, да. Как ты относишься именно к лубрикантам, которые продаются на полках, потому что есть же очень много и негативных, каких-то отзывов по их использованию, что, боже мой, это глицерин, а если глицерина нет, это еще хуже, это так аллергично, это не надо, лучше таким способом дедовским, плюнул-сунул, вот это все. Нет, ни в коем случае плюнул-сунул, нет. Я всегда говорю, что не может смазка служить слюна, вообще не может. Это должно быть запрещено, абсолютно, то есть это, наверное, никто этого не поддержит, из гинекологов, вот, потому что все-таки рот, это самое грязное место в организме, кроме всего прочего, там есть все, вся флора, фауна, и, сами понимаете, вы там только поели, там, пиццу, там, с майонезом, да еще с кишечной палочкой какой-нибудь, да, это потом плюнули, да, и пошли просто, вот, нет, а потом женщина будет мучиться, выделение, запахи, там, вагинальные проблемы, не будут понимать из-за чего, поэтому даю такой вопрос, занимаетесь ли вы оральным сексом? Вот, этот вопрос у меня присутствует практически всегда, конечно же, многие женщины такие, говорят, сначала смущаться, я говорю, здесь можно говорить абсолютно все, любой вопрос, который вас интересует, может быть задан, мне, я всегда отвечу, да, она будет смущаться, но она ответит на этот вопрос, вот, и, соответственно, я еще попутно, к рассказу о гигиене, это не факт, что там, например, там, он должен быть исключен, нет, он не должен быть исключен, но его тоже должна быть гигиена. Песе помыли, зубы почистили и вперед. Да, и прополоскали любым, соответственно, лесной бальзам, или что у нас там есть, ополаскивать или полость рта, да, действительно, там, попить водички хотя бы, вот, для профилактики инфекции после секса очень хорошо помочиться. А зачем это нужно? Ну, самая наша любимая распространенная посткоитальный цистит. Обожаю, мою любимую. Да. Я шучу, просто, я так сказала, наша любимая. Меня объяснили. На самом деле, у нас на приеме практически каждый третий обращается с посткоитальным циститом. Посткоитальный цистит, это цистит после секса. Вот. И для них это проблема, потому что бывает такое, что даже вот каждый половой акт у нее заканчивается циститом. И, соответственно, она уже начинает отказывать партнеру, просто потому, что она знает, к чему это приведет. Поэтому, конечно, гигиена секса должна быть. У меня, кстати, есть вот пара знакомых таких, поэтому обратите внимание, если у вас наверняка вот такое случается, попробуйте писать после секса и мыться до. Попить водички до. Попить водички до. Обязательно помочиться после, потому что, чтобы спокойно это стоком воды оно выходило и, соответственно, профилактика вот такая. Ну, а лубриканты-то? Лубриканты. Лубриканты. С лубрикантами дело такое, вот, довольно щепетильный вопрос, потому что все-таки это метод про поошибок. Конечно, мы рекомендуем на водной основе всегда. Должны быть укажены PH обязательно. Оно должно быть нейтральное, то есть близко к PH влагалищу. Это какое? Примерно 5,5. 5,5? Да. Вот. И, соответственно, свой PH влагалище можно узнать обычными полосками. Тест полоски специально на измерение PH влагалища. В аптеке продается буквально рублей 200. Вот. Да. Лахмусовая бумажка слоу и все. Я объявляю этот выпуск лучшим. Поехали. Серьезно, мы, у нас есть такие PH в полоске, мы очень часто пользуемся этими полосками на осмотрах. Вот. Просто, действительно, мы собираем материал на полоску и, соответственно, там есть специальная такая вот цветовая палетка и мы сравниваем, что норма, что не норма. То есть, чисто теоретически, ты берешь полоску, в аптеке покупаешь, она наверняка не очень дорогая. Тест полоски, да, рублей 200, по-моему, я за них платила. Потрясающе. Ты, теоретически, ты берешь две такие полоски, ну ладно, несколько, ну тратишь косарь, ну косарь не жалко, да, на себя любимое. Ну там же наборчик обычно этих полосок. Ну там наборчик, там наборчик, 200 рублей, 50 полосок. 50 полосок? Нефига! Короче, я все придумала. Мы будем делать бизнес. Ролевые игры про доктора можно возвести в абсолют, да. Я все придумала. Мы берем вот эту упаковку 50 полосок, узнаем свой PH, берем эту упаковку в секс-шоп и каждый тестер смазки наносим на каждую полоску и тот PH, который будет ближе всего к тому по цвету, это твоя смазка. Теоретически, это работает, да. Я супер-мор! Вот. Нет, на самом деле вот эти тест-полоски они могут вообще проводиться женщиной дома и соответственно мы можем идентифицировать с той женщиной идти к гинекологу или нет. То есть она может сама дома это провести, вот, соответственно, там посмотреть, если у нее от нормальных значений это отличается, значит она с этой тест-полоской может спокойно прийти к гинекологу и говорит, доктор, вот понимаете, я провела самодиагностику, все, значит мы берем анализы, проводим исследования, ну и соответственно там лечим, решаем проблемы. Вот. До возникновения симптомов. Есть вопрос еще по лубрикантам касательно аптечных, которые сейчас присутствуют. То есть есть, ну очевидно, не секрет, что есть у нас, скажем так, в секшоте гораздо больший выбор лубрикантов, есть, а есть самые ширпотребные наши любимые дюрекс-контекс. Вот есть ли что-нибудь очень аллергичный, очень аллергичный дюрекс-контекс, да, и я противница этого на самом деле. Вот. Также я рекомендую все-таки использовать без запаха, не ароматизированные, вот, либо с легким запахом, вот, таким почти нейтральным, да, то есть ароматизатор равно аллергия. То есть у женщины, которая более или менее подвержена аллергии, вот, она должна понимать, что вот этот вид лубрикантов ей уже не подойдет. А касательно силиконовых и гибридных, то есть водосиликоновых и водомасляных? Если у женщины есть конкретные проблемы, если она подвержена баквагенозу, кандидозу, вот, если у нее элементарно более сухая среда, влагалище, чем нужно, да, то есть это нельзя. Записываем, запоминаем. Так усвертим. Да, если у женщины рецидивируют, например, баквагеноз больше двух раз в год, то, конечно же, нет, это нельзя. Есть у нас в сфере, так сказать, игрульки, которые очень сильно имитируют медицинские, в частности, как раз-таки гинекологическое зеркало. Они есть пластиковые, металлические, и если, грубо говоря, пользователь без опыта будет пользоваться этими штуками, риски какие? Есть? Нет? Есть всегда риски. Но начнем с элементарного. Это неправильное подобранное, да, по размеру, опять-таки, травма, да, вот. Металлические все-таки я меньше рекомендую, потому что они к окислению больше склонны, да, то есть, а это равно у нас все бактерии, все там селится, вот, поэтому нет. ну и плюс ко всему, что если у женщины, например, есть тоже эндометриоз, какие-то цервициты различные, да, то есть, есть игрушки, насколько я прекрасно знаю, да, вот, есть они вибрирующие, да, как вот мы там на одном семинаре говорили, а есть вот они как пульсовые, именно вот имитируют движение как бы полового члена поступательное. Минитрирующие. Да, поправься, возможно, они права, вот, вот именно поступательные, они наиболее вредны, потому что все-таки мужчина, он больше контролирует, да, силу вхождения, да, то есть, у него чувствительность, все, прежде всего, это механика в данном случае, да, то есть, секс-машины какие-то, да, секс-машины, да, если вот эта вот поступательная волна получается больше, чем нужно, можно спокойно получить различные повреждения, а если пульсация маленькая, потому что есть игрушки, низкой амплитудной. прям очень низкой амплитудной, прям вот такие. Ну, опять, тут все надо пробовать, но если есть воспалительные заболевания влагалища, если есть воспалительные заболевания матки, да, то есть, все-таки это лучше не использовать. Это именно касается пульсации, то есть движения вперед-назад, в основном, есть игрушки с движением, допустим, приминающим, вот тут двигающиеся вот так. Вообще, это относится к любым игрушкам с механической волной, То есть в данном случае, если есть сантиметриоз, например, наружных половых органов, конечно же, мы стараемся это не рекомендовать. Но если, в принципе, вот именно пульсовая волна, она большим триггером для развития заболеваний является. Ты пойдёшь к нам на стрим? Да. Ура! К нам придёт на стрим гинеколог. Ответишь на вопросы наших замечательных, классных подписчиков? Да, конечно. Они-то почти не душнилые, да, Влад? Мне было невероятно приятно поболтать с тобой. О, взаимно. Вообще, это потрясающая беседа. Я надеюсь, вам всё понравится, что вы досмотрели этот выпуск до конца, потому что здесь под конец самое тёплое, самое вкусное, самое горячее. С вопросами из зала подлетело. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, жмите колокольчик, но только который на ютубе. Если свой, то не сильно. А то придётся потом обращаться к специалистам. Подписывайтесь на наш Телеграм. Залетайте к нам в Афлудилку, ВК, смотрите нас обязательно на Яндекс.Дзене, потому что он позволяет нам оплачивать проезд. И делает душу Вадима чуточку светлее. И Бусти! С нами была замечательная Женечка уже, наверное. Может быть, мы с тобой что-нибудь разыграм для наших подписчиков? Да, я могу предложить трём подписчикам от меня бесплатные онлайн-консультации. Офигеть! Ребята! Это мы сделаем на стриме. Женечка придёт к нам на стрим. И давай мы прямо на этом стриме, на который ты к нам придёшь, мы это, собственно говоря, и разыграем. Да, без проблем. Ещё раз, подписывайтесь на нас, любите нас. Подписывайтесь на... У тебя же канал какой-то вроде есть. Да, у тебя там канал. Да, о котором ты говорила. Подписывайтесь на Женен канал. Все ссылочки в описании под роликом. Мы вас очень любим. Спасибо всем огромное. Пока! У-у-у! Субтитры подогнал «Симон»